Всем большой привет, девочки! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube в новое видео. Я так улыбаюсь, такая счастливая, потому что я знаю, что это ваш самый любимый формат роликов на моем канале, видео про мои покупки, где я вам рассказываю, что я выбрала лично для себя, свой гардероб, что я нашла. Я всегда еще очень долго, тщательно, кропотливо выбираю, вы это знаете, если вы меня смотрите давно. Но, несмотря на то, что вещи — это моя работа, грубо говоря, в мой гардероб попадает далеко не все, только лучшее из лучшего, поэтому я вам покажу сегодня, что я нашла. Я так смотрю, здесь очень-очень много вещей, я думаю, видео будет долгое. Наливайте себе чай, кофе или, может быть, что-то более веселящее, если вы смотрите это видео вечером. Я вам покажу, что я нашла для оставшегося кусочка зимы, чтобы его как-то скрасить, потому что практика показывает, что еще и март может быть весьма себе зимним. Но, конечно, настроение уже очень весеннее, и многие вещи будут про весну. Давайте начинать, я буду вам все показывать, комментировать и обязательно примерять. Я долго думала и пыталась как-то рационализировать все, что сегодня вам предстоит увидеть, потому что, как я уже сказала, вещей много, и, несмотря на всю свою женскую рациональность, я люблю, когда все как-то системное по полочкам. В общем, начать я решила с верхушек. Будут бренды вперемешку, буду рассказывать, что я нашла классного и где. Давайте начнем с теплых пока что еще вещей, потому что, ну, объективно, для большинства из нас именно они сейчас наиболее актуальны. И первое, что я вам покажу, многие вещи из того, что я буду вам сегодня показывать, не все по определенным причинам, но многие я уже носила. В частности, вот этот вот джемпер из кашемира с шерстью в шикарном оттенке. Кофе с молоком или какао, но такой холодный серый оттенок, тауповый цвет. Это бренд Эйм Клон, их линейка пояс. Здесь даже другой ярлычок, не знаю, видно сейчас или нет. Обязательно все вещи я, конечно, примерю на себе. Либо образами, либо по отдельности. Все это будет по экрану идти, поэтому смотрите внимательно. В общем, с кашемиром Эйм Клон я знакома уже, наверное, примерно полугода, по-моему. Первую вещь я заказала себе или в сентябре, или в октябре, где-то примерно в это время. Я заказала себе джемпер полом, с воротником пола, который я уже тоже вам об этом говорила не раз. Носила, наверное, из всех своих свитеров в коллекции наибольшее количество раз за эту осень и зиму. И я знаю, как хорошо носится их кашемир, шерсть кашемиром. И что он не катается вообще, насколько он приятный к телу и мягкий. И заказала вот такой. Это у них размер идет у свитеров one size, и он не слишком большой. Я вам дальше покажу еще один кашемировый свитер, и он будет намного больше. Но этот не очень большой для девушек, которые не любят super oversize. Я люблю, но мне окей. Я, если что, под жакет смогу надеть этот джемпер. Но для тех, кто не любит oversize, или для миниатюрных девушек, которым то, что во многих брендах идет как one size, oversize, очень большое, там длинные рукава и так далее, само по себе все длинное. Обратите внимание, вот эта именно модель у AIM Claw очень классная, компактная и не огромная. И, собственно говоря, следующий свитер, который вы могли видеть на мне в моем инстаграм, я думаю, запрещенном на территории Российской Федерации, но тем не менее, приглашаю вас туда ко мне в гости. Давайте дружить там тоже, потому что там много разного полезного контента. Вдохновляющего, стильного, личного и так далее. В общем, этот джемпер, кстати, вы могли видеть не только в инстаграм, вы могли его видеть в шоппинг-влоге из бренда 12 Stories, потому что это 12 Stories. И вот здесь, вот, слушайте, я не помню, one size это или что там у них, дайте ко мне. Нет, это размер S, и он очень свободный. Сравним его с тем, что мы только что видели от AIM Claw, где идет у нас one size, то есть для всех один размер. Вот это S, обалденный просто джемпер, как я довольна, что заказала его, потому что он настолько мягкий. Это мой второй именно кашемировый свитер от 12 Stories. Первый я опять же заказывала осенью, тоже, наверное, это где-то был октябрь, в цвете хурма. Очень красивый осенний цвет, но я до сих пор его ношу, хотя у него реально очень осеннее настроение, вот это прям весна-весна. И он прекрасно носится, он не закатывается, я его тоже много носила. Вообще все с ним замечательно. Поэтому, если вы в раздумьях, я могу на 100% рекомендовать. Но это такое весеннее настроение просто в обличии свитера. Я удержалась, чтобы не надеть его сегодня, не снимать в нем видео, потому что один ролик, он еще не выходил на канал, но я уже в нем снимала. Я подумала, ну как бы, надо как-то разнообразить. Но он очень-очень классный, рекомендую. Дальше будет несколько верхушечек полегче. Мы пойдем с вами сначала по плечевым изделиям, а потом у нас будет такой легкий фьюжн и микс из разного. Здесь у меня еще не срезана бирка. Это тоже им-клон. Вот такой модели у меня еще не было. Мне было очень интересно ее вообще потрогать, посмотреть. И слушайте, этот топ, это не боди, если что, это топ с вырезом каре квадратным в очень красивом цвете овсяной каши. Мы с вами его любим, я знаю. И он очень-очень приятный, прям такой пухлый, мягкий. Я думаю, он будет очень хорошо как раз-таки для весны, вплоть, наверное, до мая. Май везде разный. В Москве, например, в прошлом году была очень холодная весна, и мы весь май ходили в плащах, куртках и так далее. Либо на вот такую уже осеннюю погоду для лета все-таки, наверное, жарковато. У Эмкло есть чуть более тонкий трикотаж на лето, и топы в том числе, но мне очень понравился цвет. Модель супер женственно смотрится. У них, кстати, в очень красивых упаковках всегда приходят заказы. Каждая вещь приходит в индивидуальном мешочке, в таком черном, холщовом, тканевом, в общем, мешке брендовом. И в каждом этом мешочке есть руководство по эксплуатации вещей и так далее. Я очень ценю такой клиентский сервис, заботу, это приятно. В общем, такой вот классный топ. Бирку еще не срезала, потому что его еще не носила, но обязательно это сделаю. Говоря о боди и о цвете моего личного сезона, шоколадном. Кто меня смотрит, вы знаете. Кто не смотрит, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. Я заказала вот такое боди. Оно очень приятное. И вот оно уже более тонкое, такое, знаете, прям прохладненькое. В красивом шоколадном цвете здесь вырез не совсем каре, но похожий. Он такой расширенно овальный, почти квадратный, но мягкий угол. Это бренд Inspire. Я очень люблю этот бренд. У них классные вещи. Я уже не первый раз себе что-то там заказываю. У меня есть свитер с высоким горлом. У меня есть жилетка стеганая оттуда. И я жду, не дождусь, когда будет, ну, вот где-то апрель, наверное. Такая весна, может быть, даже, наверное, это будет май, скорее всего. Когда я смогу так реально гулять по улице. Надевать свитер, вот эту жилетку. Какие-нибудь черные свои брюки или серые. В общем, отвлеклась чуть-чуть. У них много классных вещей. Я вам еще сегодня покажу. Я заказала вот это боди, чтобы носить его под жакеты. С джинсовой курткой будет классно смотреться весной. С каким-нибудь молочным жакетом будет просто роскошно. Или даже с моей молочной стеганой жилеткой. На уже прям такую уверенную-уверенную весну. Или на прохладный какой-нибудь летний вечер, почему бы и нет. Классный вариант. В боди это очень удобно. Потому что вы заправляете в поясное изделие. И ничего у вас не выглядывает. Прям я им довольна. Оно есть в разных цветах. Опять же, в Inspire. В чем большой плюс. И не везде далеко такое есть. У них огромный палитр. То есть практически каждая модель. Свитер, пальто, жилетка какая-то. Тот же, допустим, трикотаж и так далее. Вы заходите, и эта модель есть в пяти, а то и в десяти иногда цветах. И мой заказ еще один из AIM Claw. Еще одна позиция. Это не последняя. Будет еще две. Просто дождитесь. Просто дождитесь, девочки. Это мой уже личный must-have в AIM Claw. Это футболка базовая, белая. У меня она уже вторая. Я считаю, это о многом говорит. И даже не знаю, что еще тут нужно добавить. Если я повторно, если я повторно заказываю какую-то вещь. Но это значит, что она настолько хороша, что я даже не ищу ей замену, а просто беру такую же. Эти футболки это по качеству премиум сегмент. Люкс. Потому что здесь плотный хлопок. Она идеально подойдет на прохладную погоду для тех, кому жарко. То есть в жару вам будет в ней жарко. Я вам сразу говорю. Потому что это плотный, добротный, супер качественный хлопок. Он не жидкий, он не тонкий, он не тянущийся. То есть он не растягивающийся. Вот такой он плотный. Он держит форму. Это смотрится нереально круто. Либо для тех, кому всегда... То есть кто даже зимой ходит условно вот... Пуховик надевает на футболку. Вот это тоже вариант для вас. Потому что это классная плотная футболка. Я таких знаю девушек. У меня есть такие клиентки. Она классная. Есть также несколько других цветов. Но я взяла просто вот эту вот молочно-белую. Потому что это моя личная база. И, кстати, девочки, я вам еще сейчас про скидки буду везде рассказывать. Потому что у меня, я говорю, целый каталог уже есть промо-кодов. Веймклоп. У меня уже несколько лет, по-моему, есть промо-код. Который дает хорошую скидку. Я вам все напишу на экране обязательно. И продублирую также в инфобоксе. Пользуйтесь. Это обалденный бренд. Я даже не знаю, что еще добавить. Я просто их очень люблю. Ношу уже годы два или три. Самые разные вещи от этого бренда. И в тотальном доверии и восторге к тому, что они делают. И еще одна верхушка. Она у меня висела рядом с костюмом. Превью небольшой будет сегодня костюм. И, можно сказать, даже не один. Все увидите. В общем, чуть-чуть ее не упустила. Раз уж мы говорим про плечевые изделия. Это рубашка еще одного моего любимого бренда Nice One. Я не отрезала здесь ценник. Надо это сделать, потому что она точно остается у меня. И я просто заказала примерить, понять. Хотела тоже с вами обсудить, как и что. Это новая коллекция. Обалденная рубашка. У меня такой нет. Мне такая нужна. Это, знаете, такая мужская сорочка из очень плотного хлопка. Но при этом он как будто немножко сатиновый. Она очень легко гладится, отпаривает. Просто за секунду. Я считаю, это ключевое качество, характеристика для рубашки. Я как человек, который гладит супругу каждый день практически рубашки. Ну, в общем, кто у кого мужья работают с деловым дресс-кодом, вы меня поймете. Я очень ценю, когда у рубашек такая ткань. Она гладится просто как боженька. Очень легко. Красивейший. Нейтральный. Голубой оттенок. И для холодной внешности будет хорошо. И для теплой. И я думаю, что буду носить ее как второй слой. Обожаю так делать. Вот с такими свободными рубашками. У меня размер S. Вы увидите ее на мне в примерке. Вот это S. Вот так вот она свободно сидит. И классно просто набрасывать ее на ту же белую базовую футболку. И все. Можно сверху надеть жакет. Можно надеть кожаную куртку. Можно надеть плащ. Все зависит от погоды. От того, какое у вас настроение. Какой образ вы хотите создать. Но это, девочки, просто must have. Вот рубашку точно надо брать. Даже если вы не работаете в офисе. Я не работаю в офисе. Я не ношу исключительно классику. Вы это прекрасно знаете. Если вы особенно смотрите мои другие соцсети, где я показываю свои ежедневные образы. Но такую рубашку можно идеально стилизовать в casual. С джинсами. Даже с джоггерами. С леггинсами. Потому что она удлиненная. Она будет закрывать нам пятую точку. В общем, это просто восторг тотальный. Ну и, собственно говоря, мы с вами плавно выбираемся к костюмной группе. А потом еще будет верхняя одежда. И парочка аксессуаров. На самом деле, аксессуар должен был быть еще один сегодня. У нас с вами должна была быть прям распаковка моей новой сумки. Но Почта России решила, что она доставит мне ее сегодня. То есть, в тот день, когда я снимаю видео, они мне ее только привезут. Возможно, вечером. Поэтому, скорее всего, распаковку новой сумки мы с вами будем делать как раз-таки в других полузапрещенных соцсетях. Поэтому welcome. Подписывайтесь. А мы смотрим, что я заказала себе костюмного. Четвертый раз, мне кажется, за это видео я скажу фразу. Если вы меня смотрите, вы знаете, что я очень люблю костюмы. Я обожаю в первую очередь жакеты, пиджаки. Это моя страсть. Это то, что я люблю, ношу, коллекционирую. Не то чтобы коллекционирую, я их ношу. И у меня они разные есть и так далее. И я вам сегодня покажу один новый. Но точно так же мне нравятся брюки. Я больше по брючным низам. Особенно в холодный сезон тоже мы с вами это уже обсуждали. Я вам рассказывала. Поэтому я заказала из Nice One. Из их, опять же, новой коллекции. Будем вместе с вами примерять. Я еще не мерила это в магазине. Поэтому напишите, как вам на мне эти брючки. Давайте-ка поправим пуговицы, чтобы все было красиво. Очень, кстати, красивые пуговицы. Они матовые. Франтовые, но по фактуре визуально похожи на камень. Кусочек камушка такой водой отшлифованный. В общем, это брюки а-ля мужские. С мужской посадкой. По-моему, она будет чуть-чуть такая заниженная. И у них есть защипы. Они просто прямые, полные длины. Я выбрала серый цвет, графитовый. По-моему, он есть еще в черном. Я вам оставлю ссылочку внизу. Посмотрите, если вдруг серый, это не совсем ваша тема. Можете взять какой-то другой. Но есть у вас всегда каждая модель есть в парочке цветов. Это тоже очень здорово и позволяет расширить свой выбор, вариант выборов. И здесь у нас, соответственно, такой костюмный-костюмный вариант. Но я носить это буду в повседневной жизни с теми же расставленными свитерами, как тот, который на мне сейчас. Это, кстати, Энкло, если что, если у вас вдруг будут вопросы, что это за свитер. С теми, которые я показала до этого, с розовым свитером из Телл Сторис, вот этот серый будет смотреться просто невероятно вкусно и красиво. Но это не все. Ой, какое солнышко вышло. Боже. Там такая странная погода. Метет снег, тучи и внезапно вышло солнце. Но я думаю, что это даже в плюс нам сегодня. К этим брюкам у меня есть еще... Сейчас покажу, что. К этим брюкам у меня есть новый жакет от Nice One. И в Nice One еще вам тоже не сказала. У меня есть, собственно говоря, тоже скидочка. Промокод по моей фамилии Петухова. Пользуйтесь. Welcome. Он действует на новую коллекцию, если что. Я сказала, ну, собственно, как вы уже поняли, костюм, пиджак и брюки. У меня язык не поворачивается назвать это изделие жакетом. Хотя, я знаю, у нас всегда есть с вами кружок любителей русского языка, кто настаивает на том, что вот эти изделия это исключительно жакет. Девочки, это совершенно не так. Все зависит от кроя вещи. Если вещь скроена как мужской пиджак, то даже если ее носит женщина, это все еще остается пиджаком. Жакет это изделие пиджачного типа, более по фигуре скроенное. В общем, отвлекаясь от русского языка, возвращаясь к жакету, классный, строгий. Да, но, опять же, вы можете носить его, конечно, с брюками, и действительно будет получаться такой прям строгий деловой образ, а можно носить его просто с голубыми джинсами. И будет получаться совершенно смарт-кэжуал, полурасслабленный комплект. Я очень люблю носить именно так. Чаще всего я так и делаю. То есть я обычно, даже если покупаю костюм, ну, редко ношу его именно костюмом. Если только какой-то вот есть повод, мероприятие, еще что-то. Чаще я разделяю. Распариваю отдельно, ношу брюки с верхушками, может быть, более расслабленными, и отдельно пиджаки с разными низами. Соответственно, здесь у нас вот такой вот очень красивый, как классно, что светит солнце. Я, правда, не знаю, возможно, сейчас очень сильный пересвет, но вам зато хорошо должно быть видно оттенок. Очень красивый графитово-серый из голубой рубашки, из Nice One. Он сочетается просто нереально. Это мой второй жакет от них, пиджак. У меня есть в цвете, то ли он называется шоколадный, то ли какао, ну, в общем, коричневая гамма. Боже, какое солнце. И у него еще петля на ласкане. Очень часто вы меня спрашиваете, откуда этот пиджак или какого он цвета. Шоколадный цвет, Nice One. Рекомендую. Не уверена, есть ли они еще, потому что, скорее всего, их уже разобрали, так как это прошлая коллекция. Вот успевайте, если что, за этими. Девочки, я чуть не забыла еще один свитер. Он, как бы, возможно, вам кажется почти тем же, что на мне, но нет, он другой. Он у меня висел просто между верхней одеждой. Я как раз хотела уже скоро к ней переходить. И обнаружила, что я вам его не показала. Это джемпер от Inspire. И у него такой интересный цвет. Но вам вот сейчас солнце немножко успокоилось. Должно быть хорошо видно. Он не молочный. Он такой цвет... Крем-брюле немножко я бы его назвала. Это не желтый, но такой слегка тепловатый вариант молочного оттенка. Я заказала, кстати, теплым девочкам, рыженьким, пшеничному блонду и так далее. Будет идеально вот с этим оттенком. Я заказала его посмотреть, примерить, потому что это, опять же, новинка. И это хлопковый свитер. Так или иначе, когда-то наступит весна. Я очень люблю трикотаж в плане свитеров, в плане комфорта, посадки и так далее. Но когда-то станет жарко ходить в шерсти и кашемире. И, соответственно, вот такой вот вариант хлопкового свитера придет на смену. И буду носить его. One size, если что, размер. Тоже очень-очень классный. И на плечи набросить, если вдруг там стало жарко, у вас подню футболку сняли, набросили, красиво завязали. Очень расслаблено и стильно смотрится. И полноценно носить тоже, естественно, круто. Я предупреждала вас в начале видео, что это большой холл. Большое видео. И мы еще не расходимся. Я показываю вам еще одни брюки, которые я заказала. Из AIM Claw. И это, конечно... Это мой личный must-have в гардеробе. У меня, просто чтобы вы понимали, эта модель уже в третьем цвете теперь есть. У меня есть светлые хаки, которые пользуются большой популярностью в моем, опять же, инстаграм. Очень часто вы меня спрашиваете, что это за брюки и какого именно они оттенка. Светлые хаки. У меня есть серый. Красивый очень оттенок. И я решила заказать классику, опять же, с мыслями о весне. Бежевый. Очень красивый песочный цвет. Обожаю эту модель. Она тоже такая слегка мужская. У нее чуть-чуть заниженная посадка. Ближе к бедрам она идет. Не прям низкая. Вы увидите все. И они просто прямые. Я очень люблю носить их, например, с кроссовками, когда становится тепло. Вот мне безумно нравится такая стилизация. Но это, конечно... Я даже не знаю, что еще сказать. Опять же, тот факт, что я заказываю вещь. Одну и ту же модель. В третьем цвете свой гардероб. Мне кажется, все говорит, что нужно знать про эту вещь. Насколько она мне нравится. И насколько часто я ее ношу, что мне нужна еще одна. А теперь верхняя одежда. И здесь тоже будет несколько позиций на разные случаи жизни, на разные настроения и образы, которые мы хотим собрать. Во-первых, я покажу вам вот такой вот обалденный бомбер от Nice One. У него эта новинка, новая коллекция. У него есть еще, кстати, нежный, красивый, тоже такой фисташковый цвет. Если вдруг черный вам не надо, посмотрите, нежненький, светленький. Он просто нереально уютный и комфортный. Такое ощущение, что вы в одеяло закутались. Вот такой он мягкий. И фактура сама эко-кожа похожа, знаете, на сливочное масло. Вот настолько он пластичный, мягкий, недубовый. При этом, как будто, знаете, как пуховичок. Но это не пуховик, это именно бомбер. Просто он очень пухлый. Мягкий у него внизу вот здесь вот есть, как и должна быть у бомбера. Резинка. И здесь, соответственно, тоже вокруг горловины она идет. В общем, это прям вот классика-классика. Какие-то дополнительные элементы. Молнии там на рукавах здесь нет. Вот этот вот дополнительный клапан. Очень классный он, конечно. У меня размер S, но он сидит свободно. Вы тоже видите, как это выглядит. Рекомендую, девочки, на весну. Просто белый свитер, синие джинсы, голубые. Можно еще армейские ботинки черные, например. И бомбер будет их поддерживать. Они друг друга будут поддерживать. Можно белые кеды, если уже тепло становится. Или хотя бы сухо. И все еще бомбер мы носим. Прям can't wait, как говорится. Очень классный он такой, мягкий. Я прям не могу с ним перестать обниматься. А еще в Inspire я заказала. С мыслями уже, ну, совсем о весне. Видите, как мне не имется. Тренч. Потому что это их новинка. И я уверена, что их очень быстро не будет. У них причем выходило пальто. Но оно вышло, вот эта новая коллекция. Просто невероятной красоты. Укороченное такое, как куртка, пальто. Мне сейчас очень нравятся почему-то такие модели. Оно есть. То есть его сейчас нет наличия. Но я надеюсь, что оно появится. Я обязательно его себе закажу в белом цвете. Как оно роскошно смотрится. Я так огорчилась, что его нет. Сейчас, потому что мне не терпится его заказать и носить. И вообще вам показать хотела сейчас. Но если появится, я его выловлю. То я закажу и расскажу вам об этом потом. Но сейчас я заказала тренч. Кстати, в Inspire я, по-моему, не сказала. У меня тоже есть скидочка. Минус 15. Соответственно, скидка 15% на новую коллекцию. Пожалуйста, можно себя радовать. Я еще не срезала бирки. Кто, опять же, меня давно смотрит. Вы знаете, что я не срезаю бирки с новых вещей. До того момента, когда я не планирую ее надеть, чтобы вот уже куда-то идти. Вот такая вот у меня личная моя особенность. Не знаю, у кого еще, так у меня так. Это тренч. Короче говоря, в цвете какао. Очень красивым. Я думаю, вам сейчас должно быть хорошо видно. Как раз солнце успокоилось. Снова тучи. Все нормально. Все стабильно. Он свободно сидит. У меня размер М. Я взяла специально посвободнее. Потому что я люблю тренчи. Прям оверсайзные. Такие, знаете, как плащ детектива Коломбо. Вот я люблю такое касательно тренчей. Но если вам не надо такой объем, вы можете просто брать свой размер. Потому что мой размер по обмерам это S. Мои параметры, так же как ссылки на все, есть в инфобоксе. Но тренч просто бомбический. И мне очень нравится палитра, которая получается. Можно взять, например, брюки AIM Claw. Можно взять, допустим, или молочный свитер прямо от Inspire надеть сразу. Или надеть боди шоколадный от Inspire. А свитер бросить на плечи а-ля как шарф. И получается такой нежный, вкусный по цветам очень образ. Я такое люблю. Я вам покажу, наверное. Если у меня все сложится в образе, это в примерке. В общем, тренч найден. Рекомендую всем. Это, по-моему, первый бренд, который уже выпустил тренч. И сейчас я имею в виду в этом сезоне. Пока что многие еще даже не стали, не привезли пальто. А в Inspire, кстати, их очень много. И длинных тоже. И еще из Inspire я заказала себе шапочку. Казалось бы, да? Только что показывала тренч. И вот, пожалуйста, шапочка шерстяная. Сразу ее с вами примерим. Что потом я могу забыть это сделать. Я себя хорошо знаю. Такая вот классная, теплая. Тут есть шерсть в составе. Давайте я посмотрю, точно скажу вам, сколько процентов. И мне очень нравится цвет. Цветов там очень много. Выбирайте, пожалуйста. 50% шерсти. Да. Мне очень нравится ее цвет. Опять же, вот этот цвет, он практически один в один, если не прям один в один с тренчем. Ну, с тренчем я вряд ли ее буду носить, потому что она теплая. Но у меня есть классная куртка от Nice One, кстати говоря. В цвете... Как же она называется? Какао, по-моему, она так и называется. Вы ее знаете у меня. Я ее часто ношу. И тоже я знаю, что многие купили эту куртку по моей рекомендации. Вот с той курточкой как раз эта шапка по цвету будет очень круто. А еще, еще одна вещь, девочки. А потом еще про украшения расскажу. Ну, в общем, еще одна вещь, которую я заказала и вам пока не показала. Мне так нравится. И я вижу ее с брюками. Это Aim Claw. И вот брюки как раз Aim Claw. И мне кажется, даже шапка сюда. Да, очень хорошо подойдет, кстати говоря. В общем, боже, скорее бы весна. Это куртка-пальто. Такая, знаете, нет, не куртка-пальто. Это такая рубашка-пальто от Aim Claw. В очень красивой палитре. Здесь у нас с вами такой баклажаново-сливово-свекольный цвет. Бежевый песочный цвет. Графитово-серый. Не прям черный, а вот именно графитово-серый оттенок. Такая красивая палитра с бежевыми брюками. Это будет просто невероятно смотреться. А вниз можно вообще что угодно. Хоть кашемировый свитер, с которого мы начали это видео. Хоть шоколадное боди, хоть молочный джемпер. Вообще что угодно. Такая красивая рубашка. Но она шерстяная. Знаете, сейчас я вам скажу тоже, сколько здесь шерсти. 60% шерсти. Она как бы шерстяная, но не сильно плотная. Она тоньше, чем обычно бывает пальто. Поэтому, конечно, пока что она будет ждать своего часа, своей погоды. Но как же мне нравится. Это, по-моему, новинка. Но я не уверена. Я оставлю вам ссылку внизу. Лучше перейдите, посмотрите. Потому что я могу сказать, что это новинка. Вы подумаете, значит, их много. А возможно, это не новинка. Я просто выбирала там на сайте то, что мне понравится. Не привязываясь к новому сезону, не к новому сезону. Гляньте. Если вам нравится, лучше посмотрите, чтобы ее не упустить. Но я прям в любви. Это моя первая клетчатая вещь. Вот именно в такую клетку, кстати говоря. Особенно из верхней одежды, так точно. У меня только гусиная лапка есть. Но мне очень нравится. И, собственно говоря, что у меня появилось нового из украшений? Появилась всего одна вещь, которую вы все это видео видите у меня на самом деле на руке. А те, кто смотрел мой личный влог, который выходил в прошедшее воскресенье, предыдущее видео на канале, Те из вас еще и распаковали эту вещь со мной. И это кольцо... Я вам покажу его ближе, потому что издалека вам, скорее всего, не так хорошо в любом случае видно. Это кольцо Dior. Я очень долго хотела, давно это кольцо. Смотрела на него. Думала, да может быть, все-таки нет. И как бы, ну, во-первых, в России сейчас это не купить, ничего. А кольца без примерки девочки покупать, ну, вы сами понимаете, сложновато. И вот тут вот с размером, я тоже говорила это в видео про... С распаковкой этого кольца во влоге. У меня размер L, чтобы вы понимали. Оно сидит хорошо. При том, что у меня достаточно тонкие пальцы. Оно сидит хорошо. Я планировала его носить на левой руке, на указательном или на среднем пальце. И в целом окей. Особенно учитывая, что сейчас я... И на большом, кстати, очень круто. Вот на большом мне еще очень нравится, как оно смотрится. Я сейчас чуть-чуть похудела, так как-то случайно вышло. Особо этого не планируя. Но зная себя, скорее всего, я, во-первых, верну этот вес. Во-вторых, летом мы, ну, лично я, отекаем. Жара. И чтобы мне реально было это носить кольцо, это кольцо носить, даже когда я отеку, я решила все-таки взять размер побольше. Но я понимаю, что, возможно, если бы я сама мерила его в бутике, может быть, я взяла бы М. Но я заказывала через Байера, тоже в прошлом видео рассказывала вам. Я тогда не оставила ссылку в инфобоксе, что-то я забыла это сделать. Оставлю в этот раз вам ссылку на свою Настю. Это человек, который я знаю лично, тоже об этом уже говорили. У нас детки ходили вместе в детский садик еще давно. Поэтому доверяю на тысячу процентов Настюше. Если вдруг вам что-то нужно, чего нет сейчас в России, возможности купить, то можно заказать через нее. А я смотрю на свою руку, и, собственно говоря, да, это желтое золото. У меня не так много украшений из желтого золота с одной стороны. С другой стороны, я на левой руке и ношу, если что-то есть, из желтого золота. Потому что здесь у меня обручальные помолочные кольца, это белое золото. Я ношу на левой руке, и у меня есть несколько украшений из желтого золота. В частности, вот этот браслет, который на мне сегодня, безумно красивый. Я вам его уже показывала, и кольцо на мне тоже. Это все бренд Dark Rain, классный бренд минималистичных украшений. Если вы в поиске чего-то, что не будет за версту кричать, вот прям бросаться в глаза с какими-то крупными камнями, хотя массивные у них есть, но там именно оно все такое стильное и лаконичное, даже если это широкое кольцо. У меня есть, кстати, широкое кольцо от них, еще в июне заказывала. Но оно все равно такое очень интеллектуальное украшение у них, короче говоря. Не in your face, а сдержанное. И вот здесь у меня кольцо на безымянном пальце очень красивое. Оно по мотиву своему хорошо сочетается с вот этим браслетом, тоже такой перетекающий золотой металл. Оставлю ссылку на украшения в инфобоксе, если мои еще есть, потому что я их заказывала осенью, и даже видео отдельное про это снимала. И, собственно говоря, вот как раз с более массивным кольцом от Dior вот эти вот изящные украшения смотрятся рядышком просто идеально, и они абсолютно идентично попали по цвету металла. Так что вот так. Ну и как бы сейчас я должна распаковывать с вами сумку, но она еще не пришла ко мне. Это спасибо Почта России. Волнительное ожидание стало еще более волнительным. Ну что, девочки, у меня на сегодня все. Все. Говорю и не верю, потому что столько вещей, я аж сама в шоке, если честно. Я думаю, что где-нибудь в марте или в апреле я, скорее всего, в отдельном аккаунте, я все это буду освещать, естественно, в сторис или в телеграм поделюсь, буду делать разгрузку своего гардероба. И поскольку многие вещи у меня бывают, что надеты один раз или что-то такое, такое редко случается, но бывает. Я, если пойму, что, скорее всего, носить их не буду не потому, что они плохие или устаревшие, а просто такие вещи я просто вообще в никуда убираю, скажем так. А просто я понимаю, что, ну вот у меня появилось что-то другое, то я, наверное, сделаю разгрузку, какую-то распродажу, следите, если что. В общем, на сегодня все. Я, конечно, счастлива и рада, что я с вами, наконец, всем этим поделилась и могу начать носить эти вещи активно и интенсивно. Напишите в комментариях, какая из вещей вам понравилась, может быть, больше всего. Я надеюсь, что вас вообще это видео как-то вдохновило, знаете, на весеннее настроение и на весенние перемены, может быть, в вашем уже гардеробе, потому что, да, еще февраль, еще только середина, февраль месяц короткий, это раз, а во-вторых, главное же то, что у нас внутри, у меня, например, внутри уже весна, просто потому что я уже наелась вот этого всего, что там сидят за окном. Надеюсь, что скорее и за окном будет весна, не только на календаре, но и в реальности. Птички ведь уже начали петь. Я вас обнимаю, очень вам благодарна за просмотр, за ваши комментарии, за ваши пальчики вверх. Увидимся совсем скоро в новых видео, чтобы их не пропускать. Обязательно подписывайтесь на канал и до встречи. Пока!